Всем привет! Меня вы знаете, скорее всего, большинство из вас. Я посмотрел по фоточкам, почти всех знаю. Если меня кто-то не знает, я работаю программистом в Днепре в днепровском офисе Software. Уже очень давно. Сразу скажу, что слайды к этой презентации есть на гитхабе валяются. Есть и слайды, есть и примеры. Для того, чтобы вы не скучали, если хотите, то все материалы доступны уже сейчас. Настя написала мне пару недель назад тему того, не хочу ли я выступить. Я не хотел, но давно этого не делал, поэтому почему бы и нет. И тема родилась сама собой. Она немножко сопряжена с тем, что мы сейчас делаем на нашем проекте. Я работаю на проекте Continuum. Большинство из вас тоже о нем знают, скорее всего. Окей. Тема довольно странная для языка статистической типизации. Это программирование в Go. Создание монстров с почти пустыми руками. Сразу говорю, что вы не услышите о каких-то суперфичах языка, которые появились вчера и о которых вы не знаете. Вы-то все прекрасно знаете. И для того, чтобы показать, что мы ничем не хуже. Go-девелоперы и, в принципе, язык программирования Go ничем не хуже, чем что-то более хайповое. Я попробую показать, как, собственно, это метапрограммирование Go. Можно даже не имитировать, как и можно заниматься. По-честному, по большому счету. Для того, чтобы, вообще, в принципе, говорить про метапрограммирование Go, давайте разберемся с тем, что такое метапрограммирование в принципе. Если быть, как это, keep long story short, то это способность программ писать программы. Такое себе Скайнет и все остальное. Если придерживаться википедийного обозначения, википедийной статьи по поводу метапрограммирования, то это техника программирования, которая позволяет относиться к данным, которая позволяет программе относиться к собственным данным как к самой себе, к своей же программе. Если из вас кто-то занимался когда-либо программированием на каком-либо Лиспе, на Коман Лиспе, на Клажуре, на Ким, то вы знаете, что, в принципе, любая программа в Лиспе может быть представлена данным, как структура данных. И прямо из программы можно обратиться к исходному коду этой же программы. Собственно, вместе с макросами, которых мы покоим чуть позже, это все дает очень широкие и очень гибкие возможности по метапрограммированию, то есть по видоизменению программой самой себя, прямо варантами. Собственно, это все объяснимо и понятно, учитывая то, что Лисп развивался как язык для программирования искусства интеллекта и так далее. Если вы, опять же, занимались когда-либо в универе или потом на работе с написанием комбинаторов, интерпретаторов, ассендеров, линкеров, лодеров, дебаггеров, профайдеров, да, тут, скорее всего, вы занимаетесь метапрограммированием. Если вы писали на Ruby, вы занимаетесь метапрограммированием, если вы писали на Python, вы тоже им занимались, на Кважуре тоже этим занимались и так далее. Для того, чтобы, в принципе, сейчас не растекаться мыслью по древу и не рождать каких-либо споров, давайте остановимся на том, что метапрограммирование это способность программы манипулировать другими программами или же самой собой для изменения себя в рантайме. В других языках оно представлено достаточно широко, как я говорил, до того, если вы писали на Ruby, то вы 100% им занимались, то есть, большое количество методов, функций, которые позволяют вам инспектировать ваш исходный код, открывать ваш исходный код для видоизменения, добавлять перемены, изменять константы. Самым красноречивым таким примером является этот метод Миссинг, да, который широко используется в Rails, в принципе, и вообще в других фреймворках, и вообще везде в Ruby, который нам позволяет прямо в рантайме вызывать недостающие методы определенного класса. если метод Миссинг у нас был для нашего класса определен, да, вот есть такой архетипичный пример, у нас есть какой-то класс, мы в нем мы в нем описываем метод Миссинг, мы описываем, как обращаться с методами, которых в любви класса не было найдено, да, например, у нас там будет какой-то awesome-метод, которого, в принципе, мы явно не объявляли, но тем не менее из-за возможности рубик метапрограммирования из этой суперфункции метод Миссинг, да, мы что-то, мы не выбрасываем никаких исключений, мы обращаемся к этому awesome-методу, как к методу, который существует, якобы существует в нашей классе. ну, в принципе, это все ясно, для того, чтобы не влазить в дебри, не будем влазить в дебри руби, это не наш, собственно, не топик сегодняшнего разговора, в клажуре все еще более гибко, все еще более заточено под метапрограммирование, потому что клажур это язык семейства Лист, которому присущи определенные каноны, в принципе, всех языков семейства Лист, да, каноны по, как я говорю, прежде по обращению с кодом, с исходным кодом, как с данными, по изменению этих данных прямо в рантайме, собственно, если кто-то писал на лифте, вы знаете про магическую силу макросов, не путать с макросами из C-подобных языков, из C и C++, вот, с помощью макросов можно определять конструкцию языка, переопределять конструкцию языка, да, причем все это делать прямо в рантайме, во время выполнения вашей программы. Есть такая функция деф-макро, да, которая позволяет нам определить, там, например, тот же метод unless, да, как в Ruby или в Haskell, или где-либо еще. Для того, чтобы тоже, опять же, не влезать в дебри колжура, да, можно сказать, что внутри, собственно, этого деф-мака мы оперируем имя-то ключевыми словами, типа add-forms, да, типа tilda add-forms, и уже встроенными, уже существуем конструкциями языка, типа if, not и так далее. Для того, чтобы, для того, чтобы соорудить на коренке вот такую вот новую конструкцию unless. Плюс есть прямо встроенный язык методы по инспектированию вашего, собственно, результатов вашего мета-программирования, например, MacExpand, да, который нам позволяет скормить вам пример выполнения, пример использования вашего новоиспеченной функции unless, посмотреть, во что же она, в конце концов, такое абстрактное дерево, оно будет развернуто, да, и проверить, собственно, правильность выполнения вашего, вашего исходного. На самом деле, у нас когда-то, в такой лес-конференции, ну, пару лет назад, был докладчик с Бридорасов, мне кажется, я могу ошибаться, был докладчик, который складывал про, рассказывал довольно ярко, довольно интересно, про генетическое программирование, и он использовал в качестве примера языка Юлия, Джулия. Это довольно интересный новый язык, скорее всего, кто из него сталкивался, кто-то не сталкивался, если не сталкивались, то я бы очень опыт на него посмотреть тоже. Он статически типизированный, компилируемый, но с встроенными, опять же, встроенными статистическими, очень крутыми статистическими функциями и функциями и возможностями для метапрограммирования. Там есть такой метод как парс, да, то есть в итоге у нас есть какая-то строчка, один плюс один, да, просто строка, которую мы можем пропарсить, мы можем выяснить тип того, чего мы пропарсили, это будет expression, и мы, собственно, это все можем вызвать. Опять же, очень похоже на лист использования исходных данных как исходного кода, данных как кода, если сократить. Тоже довольно интересно. Плюс, опять же, ценность всего этого дела заключается в том, что это все можно делать в рантайме, то есть программа может изменять себя в зависимости от окружающей среды, в зависимости от поведения и прочего, прочего, прочего. Она может себя оптимизировать, улучшать или ухудшать и, собственно, жить своей жизнью. Иногда это очень полезно. Помимо всего прочего, да, я это не сказал прежде, но еще большой сферой применения метапрограммирования в, собственно, каких-то динамических языках или статически типизированных, если есть такая возможность, является DSL. Вы знаете, все Go, DSL, но не особо классно. Поэтому мы сейчас с вами разберемся как бы так обойти эту проблему. Ну, в JavaScript-те метапрограммирование среди новой функции val. Я не буду шутить об этом абсолютно. Вот. Ну, в общем, там есть val, который позволяет, опять же, нам эвалюировать или вызвать любую строку, какую мы там нагенерируем, и считать, что это нормально. Метапрограммирование в Go. Метапрограммирование в Go не было заложено создателями языка, в принципе, вообще. Вот. Но так как, в принципе, как и все остальное в Go, благодаря нескольким примитивам, которые у нас имеются, или каким-то возможностям, которые были добавлены в язык потом, после давления комьюнити, или я даже не знаю почему, мы можем либо имитировать что-либо, например, функциональное программирование в Go. Ну, как бы невозможно и бессмысленно, но, тем не менее, заниматься мы можем. Или как и ОП. Мы тоже можем, по большому счету, имитировать, имею в виду классического ОП. Метапрограммированием в Go мы можем заниматься с помощью двух дополнительных конструкций, двух дополнительных приспособлений. У меня хватило ума два. Сделать это двумя способами, но я уверен, что, если подумать, это можно делать еще... Ну, есть еще третий теоретический, который я даже никогда не пробовал. Собственно, это плагины, это встраиваемые языки, и это, собственно, GoLong.ist. Кстати, да, если у вас есть вопросы, замечания, предложения, уточнения, то не стесняйтесь перебивать, скажите сразу, если что. Плагины появились в версии 1.8, вот, начиная с версии 1.8 до версии 1.8, по-моему, аж до H.1.10, они были доступны только на Linux. Сейчас они доступны на Linux, Macintosh и, скорее всего, в любых других Unix подобных операционных системах. Опять же, я говорю, что, скорее всего, большинство из вас с ними работало, плюс, где-то, наверное, год назад я делал для этого же комьюнити какую-то презентацию по плагинам, когда они такой появились. Зачем они, собственно, нам нужны? Какое value они приносят в язык? Какое value они приносят в комьюнити? Они дают нам более гибкую модернизацию, они дают нам магическую, совершенно магическую способность к динамической подгрузке кода, с которым мы разберемся дальше подробнее. Бикаплинг кода, капсуляция, понятные совершенно вещи. Капсуляция, причем, абсолютно честная, потому что мы, например, пользователям наших классов или пользователям нашего исходного кода можем поставлять неисходный код, можем поставлять бинарные файлы, которые они потом будут подгружать. Если вы писали, например, на C или C++, то вам известно, ну, или на, не знаю, на C Sharp, например, вам известно такое понятие, как динамические подгружаемые библиотеки, .dll.a.so, что-нибудь еще, в зависимости от вашей операционной системы. Вот, то же самое теперь можно сделать и в Go. Ну, у этого, как у любой новой технологии, есть определенные минусы. Ну, про первый минус мы уже сказали, да, о том, что сейчас она работает на Linux и на Mac OS. Вот, на Windows, скорее всего, появится она позже. И то, что есть определенные проблемы с дебаггином. Например, тот же встроенный в идею дебаггер, он плагины автоматически не подхватывает. Какие-то более модные дебаггеры, они уже научились за год работать с плагинами, поэтому особо проблем тут быть не должно. Давайте перед тем, как рассмотреть, например, это программирование с помощью плагинов, да, просто разберемся с тем, что такое вообще плагин. Пакет плагина, он, я имею в виду, интерфейс к пакету. Плагин, он суперпростой, по большому счету. Он представляет два типа, type plugin и type symbol. Type plugin — это просто абстракция над системой плагинов, в принципе. Он отображает с помощью типа и его методов. Мы можем загрузить какой-либо плагин в runtime и, собственно, выполнить функцию lookup. Lookup нам позволит найти ту или иную функцию, метод, символ, константу, переменную, которую мы хотим вызвать из этого плагина. К плагинам проще всего относиться как к пакетам, просто к динамически подружаемым пакетам. И, собственно, символ является просто ссылкой на что-то, что мы собираемся вызвать в дальнейшем. Я сделал такой небольшой пример. Небольшой пример. Работа с плагинами. Наверное, он плохо видно. Окей. Чтобы вообще не сходить с ума, наш пример будет создавать программу, которая будет компилироваться в runtime и которая будет что-то вычислять. Плюс мы в это что-то добавим, какой-то рандомный сид, для того, чтобы рандомизировать это. Но, опять же, для того, чтобы вас не сильно запутывать, не усложнять пример, не красить ничего время, с помощью этой техники можно делать, что вам хочется. Можно точно так же прямо в runtime создавать какой-либо другой более сложный входный код, его компилировать, выполнять, делать шовом, заманать в принципе. А код тут суперпростой. Пройдем в функцию main, потом пройдем по отдельным функциям, по методам. Сначала мы генизируем код, вот, написано в файл, потом компилируем в логин, подгружаем и выполняем его. Ну, и, там, через какую-то секунду чистим за собой. Пройдем теперь чуть более подробно. У нас есть исходник, очень примитивный, исходник одного файла, в котором будет функция add, который будет принимать одно число и какое-то число возвращать. С помощью темплейтов мы этот код генируем. Кстати, можно генируть код как хотите, темплейты, какие-либо другие темплейты, либо другая библиотека для темплейтов. Как вам, как вы хотите, в принципе. Суть в том, чтобы иметь этот код. Запись в файл объяснять не надо. Компайл плагин, в принципе, тоже ничего сложного. Мы выполняем, так сказать, dot command с определенными параметрами. Мы вызываем функцию go build с флагом build-mod-плагин. Говорим о том, куда нам надо будет сложить наш скомпилированный бинарник. Говорим о том, откуда взять исходники нашего этого плагина. Мы вызываем эту команду. Вызов и выполнение плагина функция тоже супер простая. Опять же, обратите внимание, мы начали работать с методами пакета плагин. Мы вызываем метод .open, который открывает нам наш височник. Да и, собственно, все. А потом выполняется функция lookup, которая ищет наш метод add. И потом мы выполняем. Обратите внимание, что перед тем, как выполнить что-либо, нужно это что-либо привести к правильному типу. Мы заведомо заранее знаем, что наша функция add, которая есть в нашем плагине, она поднимает число, возвращает число. И, собственно, мы вызываем эту функцию с числом 100. Будем к рандомному числу, которое было сгенерировано в этом плагине, добавлять число 100. и потом вводить, собственно, в терминал результаты выполнения кода, генетически подгруженного этого плагина. Ну, clean up просто удаляет файл с плагином и файл, бинарный файл этого же плагина. Я сейчас функцию clean up комментирую, чтобы посмотреть, что получилось в итоге. Так, где-то у меня был еще finder с этим всем счастьем. Так, все стало плохо. Вот, собственно, тут есть сейчас, видите, один единственный файл, который тут валяется. Пробуем выполнить его же, чтобы посмотреть, что получится. Соответственно, в рандайме было сгенерировано два файла. Один был скомпилирован и подгружен динамически в основной наш example.go и выведен на экран результат выполнения этого example.go. Можем посмотреть, что внутри валяется в наших, собственно, файлах сгенерированных. Ну, внутри все ясно. Число 14 было рандомно сгенерировано и добавлено сюда. А внутри, собственно, плагин .so валяются бинарные даты, бинарные данные, которые вы можете потом, не знаю, что вы можете с ним делать. Что хотите можете с ним делать, на самом деле. Архитектура этого дела всего не очень простая, если это все делать на каком-то large scale. Но, в принципе, если у вас есть требование оперировать исключительно теми возможностями, которые дает вам язык и стандартная библиотека, то почему бы и нет. По поводу, кстати, архитектуры, я прошу прощения, с картинками презентация всегда плохо. Они мне не влазят почему-то. Такое дело. Там, в принципе, дальше вправо ничего нет. Типичная архитектура будет примерно следующей. У нас всегда будут какие-то, как ни называйте, у нас всегда будут три группы компонентов. Это менеджер, плагин менеджер, код менеджер, или source код менеджер, как вы называете. В котором будет, собственно, DSL, описывающий бизнес-логику, или бизнес-логик-лэйер, описывающийся через DSL. И плюс у этого бизнес-логик-лэйера и его DSL будет библиотека элементов кода, которые, собственно, мы будем составлять наши программы, которые мы потом будем комплимировать в виде плагинов, динамически поддерживать и выполнять. В случае с рассмотренным нами с рассмотренным примером Library of Code Elements, элементы Go-кода, из которых будем ваять наша программа. Всегда будет лейер код-генератора, который непосредственно будет заниматься тем, брать правила вашего бизнес-логик-лэйера, брать компоненты кода или кода LMS, элементы кода и в зависимости от этих правил генерировать вашу программу. Плюс правило менеджмент таких вещей входит отслеживание изменений в вашем DSL. То есть если какие-то ивенты наступили, изменился DSL, запись данных, пришел какой-то внешний ивент, что будет на самом деле, то ваш плагин надо перегенерировать. У нас в этой архитектуре плюс мне еще не очень нравится то, что мы задействуем плеер операционной системы, мы задействуем плеер файловой системы, потому что нам плагины надо где-то хранить, в памяти мы хранить сейчас не можем без какого-то жесткого хата языка. поэтому нам надо постоянно заниматься менеджментом еще плагинов как файлов. Ну и собственно рантайм, который выполняет ваш сгенерированный код. Это довольно топорная архитектура, топорное решение, но тем не менее оно позволяет нам реализовать уровень DSL, оно позволяет нам и доизменять части нашего приложения прямо в рантайме, в зависимости от поступивших лендов, в зависимости от изменений окружающей среды, условно говоря. Как можно это все дело улучшить, как можно дело все упростить? Для этого есть собственно встраиваемые языки. Сейчас по ресетчев есть три основные библиотеки, три основных подхода к этому делу, которые направляют брать языки, скриптовые языки, типа JavaScript, Loa, Lisp, и на основании этих скриптовых языков строить какие-то DSL, которые потом Runtime Go уже будет выполнять в зависимости от пришедших параметров в зависимости от той же окружающей среды, чтобы это назначало. Есть библиотека Отто, которая реализует вот такой Runtime JavaScript интерпретатор Go. Она довольно популярная, но она очень медленная. Я не знаю, в чем причина, но если есть куча бенчмарков, вот вики пиджах Go. For.ua есть бенчмарки. Если у тоже, например, тот же решето ротосферное, обочисление решето ротосферное, prime numbers, 100 первых, тысячи первых и миллионы первых простых чисел у библиотеки Go.fro.ua занимает микросекунды, 500 микросекунд, то у Отто счет идет уже на минуту. То есть в принципе классно, что мы можем поддерживать JavaScript-ом, но не классно, что это происходит супермердно. Тем не менее, библиотека очень популярна. Есть Go.fro.ua, который представляет виртуальную машину и компендатор, и интерпретатор для лоа-кода, который мы можем использовать наше приложение. Есть такое впечатление, что какие-то поляки писали эту библиотеку, Zigo Miss, потом выяснится, что это деревня под Краковом, что-нибудь еще такое. Это интерпретатор LISP-а, причем, судя по дилекту, такой очень похожий на Scheme, который тоже позволяет нам LISP-у использовать в качестве интерпретированного языка и встраивать его в нашу программу. Но, опять же, проблема такая, он немедленный, скажем так, но это LISP. Не все его переваривают, не все понимают польскую нотацию и так далее, и так далее. Проблема с LISP-ом, собственно, это его сам, как это, и проблема, и дарование LISP-а, это его синтаксис, не все его любят. Если вы планируете подключать внешних разработчиков для написания вашего DSL-а или использования вашего DSL-а, то, исходя из моего личного опыта, LISP-а не всегда хорошо. Тогда и того, что мы имеем. Отто медленный, LISP это LISP, остается у нас Lua. Вот этот наш пример с плагинами можем переписать с использованием Lua, но предварительно стоит разобраться, что же такое Lua. Тоже сделаю такую дисклеймер, что, скорее всего, кто-то из вас работал, кто-то не работал. Lua это очень небольшой динамически типизированный язык, который был задизайн для того, чтобы встраиваться в C, C++ и прочее компилируемые и статически типизированные языки, для того, чтобы предоставить возможность скриптования во время рантайма. В языках, в которых встроенный в программу как application level рантайм не был предусмотрен в принципе. Создавало его несколько ребят из Бразилии, ребят, которым уже лет по 60, ну, неважно. Несколько десятилетий назад, но, по-моему, первый релиз был в 93-м году. Сейчас Lua используется очень много используется в геймдеве. Он является встроенным языком Nginx, то есть вы можете какие-то сценарии к плагинам к Nginx, Nginx, к серверу приложения писать на Lua. и он часто используется в банковской среде, часто используется в том же HealthCare тоже много используется, потому что он без какого-либо большого overhead добавляет какой-либо динамичности ваши статически типизированные комплинированные языки, что, в принципе, тоже отлично. Что нам надо из этого слайда понять про него? Он, на самом деле, мультипарадигмальный, он дает нам с помощью своих таблиц возможность имитировать и использовать определенные элементы OOP он дает возможность имитировать, определенные элементы OOP он дает возможность прям по-честному использовать. Функциональное программирование возможно, потому что, во-первых, он динамически типизируемый, а во-вторых, там есть function as a first-class citizen. Мы можем принимать функции в качестве аргументов, возвращать другие функции и так далее, и так далее. Есть карирование, есть замыкание, и прочее, прочее. Что еще нам надо? Еще нам надо из этого слайда понять то, что он поддерживает небольшое количество атомарных структур данных. Булевое выражение числа, numbers, обратите внимание, для программиста на игру это странно, с нашим большим ворохом, там, INC 32, 64, FLOT, 32, 64 и прочее, прочее. Есть там тип числа, довольно удобно, в принципе. Почему нет? И строки. Ну, на этом как бы все. Прошу прощения. На этом как бы все, но практика показывает, что на том уровне использования этого языка, для скриптования, это и хорошо. потому что вы можете попросить не таких уж программистов создавать сценарий для вашей, или пользоваться DSL-ом для вашей сборной программы. Тот же самый, давайте рассмотрим тот же самый пример, довольно простенький, но с помощью, переписан с помощью ЛОА. Переписан с помощью ЛОА. Ну, подключаем библиотеку в нашу ГОФ.ЛОА, и в принципе все остальное используем уже в стандартной библиотеке. Для того, чтобы передать данные, окей, давайте начнем с этого, давайте начнем с того, что у нас есть какой-то ЛОА-скрипт. Опять же, в ГОУ, это просто строка, соответственно, эту строку мы можем генерировать как хотим прямо в рантайме. Но в эту строку, для того, чтобы она обрела какую-то полезность и вообще имела какой-либо смысл, мы можем передавать, мы должны научиться передавать данные из нашей ГОУ-программы. Может быть, данные заходкоженные, данные подобранные из стримов, данные подобранные из базы данных, данные переданные через ивенты. В случае с тем, что я делаю по работе на проекте сейчас, предположим, что эти данные мы будем передавать через экземпляр структуры рантайм-регистер или просто рантайм, это все важно, внутри которого у нас будет такая же структура врейбов, переменные. Это может быть что угодно. Это могут быть функции, это могут быть переменные, это могут быть все стороны ГОу-типа, типа ГОу, могут быть переданы внутрь нашего лоа-скрипта. Для этого есть собственно небольшая функция, которая называется populate loa-table. Конкретно для этого примера я ее максимально упростил, убрал частные примеры преобразования ГОу-типов в лоа-типа. У нас остался только пример, который структуры делает лоа-таблицу. Основной композитный тип лоа таблица с помощью них мы можем очень похожи чем-то на объект в джава-скрипте. Можем динамически добавлять, убирать атрибуты, в качестве атрибута мы можем использовать функции, но плюс у самой таблицы могут быть методы. Мы из структуры из ГОу-структуры делаем таблицу, из ГОу-инт мы делаем какой-то встроенный number и возвращаем собственно эту таблицу. Для того, чтобы пробросить данные из ГОу в лоа, мы должны выполнить функцию evaluate лоа table with runtime. Определяем какой-то runtime. У нас в качестве переменной n будет опять же точно такое же рандом отгенерированное число. мы можем перейти к функции main, в которой мы в прихоти разработчиков в библиотеке ГОу-уа создаем так называемый state. Этих стейтов может быть много, но опять же не будем залазить в дебри. Представим, что у нас есть один. Мы задаем глобальную таблицу внутри получается внутри стейта и с этого места в нашей программе нашей ГОу-программе существуют две вселенные, параллельные вселенные, которые могут между друг другом взаимодействовать. Это наша статически типизированная скомпилированная и по большому счету захраткоженная вселенная нашего ГОу-кода и динамическая вселенная кода на ЛОА, которую мы можем предоизменять, которую мы можем генерировать в зависимости от приходящих данных изменяющегося чего-то внешнего, с которым мы можем общаться из ГОу, внутри которого мы можем проводить определенные отчисления, результаты которых можем возвращать обратно в наш компилированный бинарник и так далее. Пробрасываем с помощью функции SetGlobal мы пробрасываем что-либо вкидываем внутри нашего ЛОА-кода, в данном случае это будет переменная рантайм, которая является таблицей и именно этой переменной мы оперировали наши функции Add Runtime.variables.n в общем полностью матчится на нашу ГОу-структуру. Да, собственно и все. И вот тут мы с помощью метода DoString мы выполняем эту нашу ЛОА-программу с теми данными, которые мы пробросили пробросили внутреннюю плюс нас интересует вызов функции Add мы ее вызываем есть метод GetGlobal который мы можем по имени этой функции найти выполнить и так далее и так далее выполняем мы говорим что нас интересует аж один возвращаем аргумент про протек в принципе если вам будет почитать это лент коммутация там особенность рентайма скажем так вот пытаемся привести то что мы получили какому-то не встроенному а уже ГОу-подобному скажем так отнаследованному от инт типу L-number и вывести этот результат айдрезалт будет равен резалт давайте выполним посмотрим что произойдет собственно число 100 будет добавлено число 37 37 генерированное рэндомное число особой магии никакой не произошло но есть важный момент обратите внимание что те вот привязки и те мостики между вашим бинарником и встроенным и application wide рентаймом написано на голову это строки которые вы можете генерировать которые вы можете преобразовывать которые вы можете оперировать и все остальное и по большому счету вот эта вот архитектура и скажем так конкретная имплементация вашего application wide рентайма который у вас никогда не было но он вам нужен и у вас появился она очень тоже неплохо ложится на ту же самую схему там где у вас есть бизнес лоджик там где у вас есть библиотека элементов кода есть код генератор есть evaluator или собственно рентайм плюс вот интересный момент что чисто философки вы уже отрываетесь и создаете еще один уровень абстракции внутри вашего приложения у вас есть рентайм языка гоу плюс вы можете создать свой собственный рентайм рентайм так называемый тот термин который уже употреблял application wide или рентайм DSL вы тоже все собственно можете делать ну такими двумя нехитрыми способами вы можете заниматься метод программирования на гоу есть еще один способ он еще более хардкорный чем плагины это AST гоу дает возможность вам инспектировать собственный код инспектировать собственно абстракт syntax string он может вам давать он дает возможность обращаться к собственной структуре как собственного коду как структуре да и с помощью опять же этого AST вы можете манипулировать вы можете манипулировать исходным кодом по большому счету я честно я не пробовал вот в живых примерах и живых примеров я не видел но исходя из чтения документации вы можете сделать что-то подобное тому примеру который мы рассматривали в примере с плагинами вместо исходного кода вы можете оперировать структурами данных исходным кодом в виде структур данных через вот этот наш пакет AST который встроен собственно в стандартную библиотеку если вам интересно это как бы попробуйте но я не рекомендую тратить много времени потому что у меня были попытки манипуляции тоже разбора исходников сбора исходников и он это происходит крайне медленно там очень много рефлексии очень много всяческих вставок и прочего и прочего для реализации рантаймов это не подходит совсем подходит поэтому по большому счету у вас есть два варианта если вам что-то подобное если вам нужен какой-то аппликейшный файл рантайм или действительный рантайм должен быть реализован вашим гоу приложением то это либо плагины системой менеджмента либо какие-то встраиваемые языки ну все занавес большому счету какие у вас есть вопросы предложения рекомендации супер дуже дякую за выстав дуже цикава информация чему наше три интерпретатора разлеталось хороший вопрос потому что все остальные они какие-то супер пэт проджекты и вот именно у этих трех интерпретаторов больше трехсот звездочек на гитхабе причина там где-то тестов нет где-то проект заброшен где-то ребята реализуют собственный язык вот вместо того чтобы использовать какие-то наши стандарты индустриальные индустриальные стандарты типа того же луа или лиспа да они реализуют что-то супер собственное что опять же не будет не факт что там тюринг полная не факт что поддерживается и так далее и так далее поэтому три варианта осталось у меня есть комментарий у нас была доповедь про Джулию у нас есть такой Дмитро Тарасенко точно он Petproject вырубил на Джулию я скрыл олег спасибо большое я собственно на Диму из Сласа на его доклад конкретно вот Женя тобой вспомним доклад который он делал в Днепре пару лет назад а Луа в нас Нодаре якщо я правильно памятаю Нодаре Варенко он якось тоже займався Луа он на письме который рубит про это мне с этим еще и на эти викенд выступав с всем другим на он выбрал Джулию а не Го он примерно компилируемая статистически типизированная как я говорил ранее и по бенчмаркам таким синтетическим она не так уж чтобы сильно уступает Го в производительности а выбрал он Джулию только потому что собственно в языке не было никаких возможностей для метапрограммирования тогда еще это было пару лет назад после того времени возможности такие появились не такие возможно элегантные как в Джулии потому что там это встроено но тем не менее они есть и при большом желании но это делать можно ну окей да Сергей а можешь еще деколька слив рассказать на проекте выкористовывать какие объемы какие да я бы хотел жене попросить как это стопануть запись не как это не это не не это не но это не Продолжение следует...